МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это проект Заступницы. Где адвокат Ольга Митрофанова и журналист Виктория Разницына... Не все люди здесь доброжелательные. Матушка! Помогают людям, которые попали в беду и столкнулись с несправедливостью. Тоже меня уедет! Вот и все. Смотрите сегодня. Свалка на балконе многоэтажного дома. Я шла, и рядом со мной коробка с губами упала. Когда любовь к собакам перерастает в сумасшествие. Она ненавидит! Да что нарез! Дружба ценой в 3 миллиона рублей. Я тебе писал бы, и на ваше писал, и все. Давай лучше отсюда, и все. Он кричит на него матом. Как прижать должника к стенке? Так очень какого-то подушками здесь врезали. Ну, мы его не били. На вот этом самом балконе, со слов нашей героини, творится просто какой-то ужас. Там выгуливают собак. Мало того, что их там выгуливают, там еще хранятся какие-то непонятные вещи, протухшие продукты. Воняет на весь дом. Страдают абсолютно все жители. Пойдем разбираться. Пойдем. Анна Самсонова утверждает, что ее соседка по подъезду устраивает всему дому пытку собачьими экскрементами. Я шла на работу, и рядом со мной коробка с г***ю упала. А у нас дети гуляют под окнами. По словам Анны, ее соседка держит в квартире нескольких собак. Но на улице ее с ними ни разу никто не видел. Она выгуливает их на балконе и не убирает за ними. Вонь стоит жуткая. Оказывается, на протяжении двух лет соседка-собачница использует общий балкон как мусорную свалку и собачий туалет. Плесень пошла по балкону, и по подъезду, и по квартирам. Это привело к тому, что у людей началась аллергия. У нас тараканы пошли. Ко всему прочему, жильцы дома жалуются на круглосуточный собачий лай. Сначала там одна собака лай, потом вторая. Мы не знаем, кто там, сколько и как. В какой-то момент терпению жильцов пришел конец. Они написали заявление в полицию, и приезд сотрудников дал положительный результат. Слава богу, она убралась. Мы уже думали, ну все, ну живем спокойно, тихо, как нормальные люди. И что вы думаете, через неделю начинается. Опять, опять хлам. Несколько лет назад Анну назначили старшей по подъезду. По ее словам, все жили мирно и дружно. Она очень гордилась своей должностью. Теперь об этом приходится только вспоминать. Я боюсь в подъезд входить, потому что как только меня видят, мне сразу же начинают высказывать. Аня, когда это прекратится? Аня, реши этот вопрос. Аня, ты главная по подъезду. Аня, на меня всех собак из них спускают. Когда очередной раз я ей сделала замечание, на следующий день у меня, извините, ручка входной двери в *** была. В собачьем? Я к ней подходил просто по-человечески, спокойно поговорить. Меня сразу посылают. Вонь, мусор, лай собак, плесень, жалобы. Изо дня в день ничего не меняется. Поэтому отчаявшаяся Анна решила обратиться за помощью к заступницам. И сейчас Ольга Митрофанова выясняет подробности этого зловонного дела. Поподробнее мне объясните, пожалуйста, где именно размещаются отходы или что это за мусор? Еще чуть подробнее гартификалии. Предположительно, чьи и где? На общем балконе. Она выгуливает там собак. Вы куда-то обращались? Куда мы только не обращались. Мы обращались в полицию. Они приезжали. Они это все фиксировали. Ее привлекали, я не знаю, как правильно, юридически. К административной ответственности обычно привлекают. Она, конечно, извините, с недовольным лицом это все убирала. По словам Анны, эта квартира была предоставлена соседке по договору социального найма. Поэтому, когда беседы перестали помогать, наша героиня обратилась в управляющую компанию. Я так понимаю, она не собственник, так как это социальный найм, то арендаторы. Они пытались, она абсолютно не идет на контакт. И, вы знаете, мне кажется, она не живет в этой квартире. Она там появляется достаточно периодически. И каждое появление соседки заканчивается грязью и вонью на весь дом. Мы сбросили всем подъездом, установили камеры. У нас есть зафиксированный материал. У вас есть доказательства, кто именно захламляет, мусорит, назовем это так, лайтово, да, мусорит. За каждый мусорный пакет на ручке двери в подъезде нарушитель подлежит привлечению к административной ответственности. Статья 6.4 КУАП. Нарушаете, платите. Могу ли я стребовать с этой девушке деньги за национальный педагог обработка, за всевозможные средства от раканов и прочие расходы? Да. Для этого нужно доказать причинно-следственную связь. Обратитесь в Роспотребнадзор с требованием провести проверку, после которой вам выдадут такт с зафиксированными нарушениями. У вас скопились счета на оказание услуг. И вы можете ей в претензионном порядке к ней обратиться сначала письменно, что прошу возместить такой-то ущерб, причиненный моей квартирой, в связи с тем, что у вас там нарушение санитарных норм и правил. Это установлено актом Роспотребнадзора. Если она добровольно вам эти деньги не возвращает, вы идете в суд. В суде вы имеете право взыскать моральный вред. Здоровье страдает, у вас это зафиксировано. Тахикардии, например. Аллергия. Аллергия, тем более. Аллергия после этого. Если в результате загрязнения общей домовой территории, в том числе подъезда и мест общего пользования, был причинен вред здоровью граждан, то нарушителю грозит уголовная ответственность. Анна убеждена, что от соседки страдают не только жильцы подъезда, но и сами собаки. Бой ночью иногда бывает очень жуткий. И когда ты подходишь к двери, пытаешься как-то позвонить и достучаться, никто не открывает дверь. И в каких они там условиях живут? Мне это очень жалко за это. Удивительно, но соседка-собачница к тому же оказывает услуги передержки на дому. Виктория списалась с ней и договорилась о встрече. Я отправлюсь к ней в гости и посмотрю, как она живет у себя в квартире. Говорят, там огромные собаки, которые воют по ночам. Я, кстати, боюсь очень собак, что не сделаешь ради проекта заступницы. Здрасте. Можно? Да, заходите. Это я, Виктория. Я звоню. Да, да, да. Ой, аккуратно, аккуратно. Вот так поворот. У нашей собачницы не просто дворняги, а породистые хаски. Правда, совсем не воспитанные. Сядьте, сядьте. Сядьте. Так, сидеть. Я показываю. Сидеть. Они не очень слышатся, да? Да нормально. Не, ну, смотрите, они же ласковые какие. Главное, что ласковые какие. Слушайте, хочу оставить чихохосу на неделю. Ой, они дружелюбные, очень любят других собачек. Да. Тихо, нельзя. Не рычи, пожалуйста. Ой. Слушайте, просто, ну, они такие большие, и они как, они в одном пространстве пребывают? Ну, вот здесь мы как бы все, да? Да. Я просто боюсь. Они такие, знаете, ну, чтоб не перекусили. Одних их не оставляете? Ну. Ну, иногда, очень редко. Да, мою не оставляйте, пожалуйста. Не оставляйте, хорошо? Нельзя. Ой-ой-ой. Он рычит зачем-то, мне страшно. Интересно, каким образом девушка собирается забрать маленького чихуахуа на передержку, если она не может справиться даже со своими собственными собаками? Нельзя. Ой-ой-ой. Он рычит зачем-то, мне страшно. А где гуляете с собакой? В парке. Вот здесь недалеко есть, вот в парк выходим, туда и везет. А вы успеваете за всеми посмотреть? Ну, так они у меня вместе все, вот они на поводке туда. Ну, на поводке, конечно, ходим. Наталья утверждает, что выгуливает собак на улице, но кажется, общедомовый балкон мало похож на парк. А кто еще будет? Сколько собак будет на передержке? Вот я хочу через два дня вам ее привезти. Ну, вот обычно три, ну, максимум четыре, не больше. Такое количество собак разных пород и размеров требует особого внимания. Оставлять их надолго без присмотра крайне опасно. Но складывается ощущение, что Наталья не до конца это осознает. Ну, а как у вас с соседями? Соседи не против что-то собаки? И здесь Наталья права, потому что никто из жильцов не против собак. Скорее, против некоторых сомнительных решений их хозяйки. По стоимости, знаете? Да. Сколько будет стоить? Пятьсот. Пятьсот? За сутки. А пока что Ольга Митрофанова отправляется на тот самый общий балкон, чтобы оценить масштаб бедствия. Как я и говорила. Запах сам говорит о себе. Вот, пожалуйста, здесь мокрое. Здесь они гуляют. Иногда вот это все летает туда, вниз, на прохожих вместе. Не вооруженным взглядом и не вооруженным носом видно, конечно, и слышно, что здесь слам, грязь и полный трэш происходит. Объясните мне, пожалуйста, а куда смотрят дворники и представители ЖКС, ЖКХ? Они убирают здесь на балконе? Да, они убирают. Они приходят, потому что выбора у них другого нет. Если выгуливать по множеству собак три раза в день, вполне логично, что коммунальные службы не успевают убирать. К вашей соседке у меня вопросов накопилось очень много. Пойдемте задавать. Пойдемте, с удовольствием. У Ольги Митрофановой еще есть время отдышаться после непередаваемых ароматов балкона. Потому что Виктория все еще на встрече с Натальей. Вы не волнуйтесь, все хорошо будет. Мы главное, что собачьих-то любим и все. Чтобы следить за собаками, одной любви недостаточно. Докситер должен обладать специальными знаниями о потребностях животных. Но, судя по всему, Наталья не владеет информацией даже о своих собаках. Ведь Хаске ежедневно нужна активность в виде нескольких километров бега, а не пары минут на балконе. Да, приводить будете уже. Через два дня нормально будет? Да, это хорошо. Да? Да, отлично. Ничего не подозревающая Наталья решила проводить Викторию до лифта, где ее уже поджидала наша съемочная группа. До свидания. До свидания. Снова здравствуйте, Наталья. Меня зовут Виктория Разницына. Это Ольга Митрофанова, адвокат. Мы ведущие проекта «Заступницыны» на телеканале ЧАЭК. К нам обратилась Аня, ваша соседка. Насколько я знаю, есть сложности. Я с Аней уже прогулялась на балкон, поэтому нам бы хотелось с вами тоже прогуляться на балкон. Пойдем. Здравствуй, моя родная. Наконец-то. А у них не воняет. Подъезды очень воняют. Нас это и удивляет. Мы были на балконе, смотрели... У нее не воняет никогда. Какие-то непонятные... А там, понятное дело, извините, для собаки. А подойти вообще невозможно. Что такое? По-хорошему не хотела? Конечно. Получается. Появление заступниц на пороге, похоже, не сильно расстроило Наталью. А вот Анна действует на девушку, как красная тряпка на быка. Это она вот там и рассыпает, и чтобы все собаки подохли сейчас. Что рассыпает? Теперь... Рассыпает все. Рассыпает, чтобы поела собака, и все. Девушка уверена, что Анна хочет потравить ее собак. Она ненавидит. Да что дарешь? Что ты орешь? Итак, стоп, остановитесь. Во-первых, остановитесь. У меня есть предложение. Давайте мы все-таки выйдем на балкон, и я задам вам пару вопросов, которые меня искренне волнуют. Насколько мне известно, ваши собаки гуляют прямо на балконе, и вы позволяете им там... и не убирать за это. Да. Это подтверждаете? Ну, иногда бывает. Ну, потому что... Дело в том, что если выйти туда... Давайте выйдем. Как раз. Давайте выйдем. Давайте выйдем. Скажите, пожалуйста, это ваш мусор? Не мой это мусор. А чей мусор? Я не знаю, чей это мусор. Наталья, смотрите, здесь стоит камера. И на камере видно, как вы приносите этот мусор, и здесь его оставляете. Конечно. Я должна вам разъяснить последствия того, что здесь происходит. Вы просто меня дослушаете. Первое. У вас уже есть привлечение к административной ответственности. Второе. Камеры действительно зафиксировали много случаев, как вы выгуливали здесь собак. Вы понимаете, что таким образом вы создаете проблемы другим жителям. Скажите, пожалуйста, почему они должны страдать из-за принятого вами решения, которое противоречит закону? Все что угодно сделать, чтобы их тут не было. И в каких они там условиях живут? Мне это очень жалко. Обвинения Натальи в адрес Анны ничем не обоснованы. Видимо, ей просто удобно занимать такую позицию, чтобы оправдать тот беспредел, который она устроила на общем балконе. Я пытаюсь, не только я, но и все жильцы нашего подъезда с тобой поговорить, что ты делаешь. Ты орешь, ты оскорбляешь. А ты не орешь и не оскорбляешь. А ты не орешь и не оскорбляешь. А ты не орешь. Только повышенные тона. Невозможно. Тараканы, вонь, у нее ничего. Сами притащили. Курить здесь не надо и тараканов ваших не будет. У нас есть только одна задача, разъяснить, что вас может ждать, если вы нас не услышите. И впереди уголовная ответственность и лишение собственности. Лишение права проживает здесь. Наталья, мы можем договориться. Мы можем поговорить о том, что вы выдерживаете. Давайте сядем за стол переговоров и подумаем, как мы можем выйти за эту ситуацию. Вы готовы с нами пообщаться? Можем к вам пройти? Вы не против? Видимо, новость о возможной потере жилья привела Наталью в чувство. И кажется, она стала слышать аргументы и ведущих, и своей соседки Анны. На самом деле, я удивлялась, что здесь так чисто. Реально. Наташа, ты мне скажи, вот нахуй так было подъездом. Ты же нормально, ну чисто у тебя. Подождите секунду, давайте так. Вот смотрите, сейчас. Наталья, успокойтесь. Мы знаем уже позицию Ани. Я хочу услышать спокойно вашу позицию. Я вижу, что вы боитесь, что Аня что-то сделает. Теперь спокойно мне объясните, чего вы боитесь и какие были прецеденты. Спокойно. Ну вы слышали новости? Все сейчас отстреливают собак. Вы слышали? Скорее всего, девушка настолько одержима собаками, что считает всех окружающих потенциальными агрессорами. А Анну своим главным врагом просто из-за ее слишком активной позиции. Они что-нибудь съедят, я не замечу. Намордники надо надевать. Это правило. На себя намордник наденем. Воздухом дышать надо. Каким воздухом? Вот стоит адвокат. Есть правило выгула собак. Все собаки должны быть в наморднике. Какие ты себе правила придумываешь? На себя надень свой намордник. Вот так вот мы разговариваем. На себя надень. Сейчас можно я вмешаюсь и объясню вам, Наташа, что вас ждет, если вы ничего не предпримете. Если собаки в течение нескольких месяцев находятся только в квартире и не гуляют, как это отражается на их здоровье. Собака, живое существо, сидит в четырех стенах. Она не может даже пробежаться. С учетом того, что вы выгуливаете их действительно просто на балконе, это может быть признано жестоким обращением с животными. Я с ними жестоко обращаюсь, но они вон они бегают. Вас их просто заберут. И квартиру заберут, а она у вас в социальном найме. Вам еще и придется возмещать ущерб и жителям, и ЖКХ, и зданиям. Вот сейчас надо принимать решение о том, как из этой ситуации выходить. Вот смотрите, Анна даже готова идти к вам навстречу. Вы же можете договориться о том, что вы выдерживаете порядок на балконе, выгуливаете собак, чтобы они ночью не выли. Потому что если собака выгуливается вечером, она так же, как человек, ложится спать. Я просто вижу, что вы очень близко к сердцу все это воспринимаете. Можно встать на биржу труда, сейчас есть такая возможность. Можете рассказать, что вы хотите. Там можно пройти бесплатное обучение, в том числе можно попасть, ухаживать за животными. Можно их выгуливать. Очень много возможностей. Просто чуть-чуть расширьте диапазон. Не сидите дома с животными. Помогай приютам. У нас много в России приютов. В Подмосковье очень много, где нужны люди. Где ты будешь актуальна, ты будешь помогать реально. Для того, чтобы все-таки не вызывать сюда Роспотребнадзор и полицию, хорошо бы убраться прямо сегодня на этом балконе. И мы закроем эту тему, мы не будем. Мы тебе не враги, пойми это. Вам лично убраться. Нет, ну и помимо того, что убраться, давайте положим руку на сердце. Мы все тратились за то, чтобы травить тараканов, за то, что и камеры все устанавливают. Я думаю, что хотя бы частично. Я понимаю, что у нее такой суммы-то нету, это большая, но хотя бы частично или какими-то частями. Давайте я просто уберусь, может быть, давай-ка ты еще и потравить тараканов. У нас дома тараканы, и это неправильно. Мы сколько раз травили? Тараканов надо потравить, надо. Если тебя не устраивают, но это неправильно. Вы же сами, вам нравятся тараканы? Либо мы будем... как мне нравятся тараканы? Наташа, я думаю, ты суть разговора поняла, и мы больше не будем возвращаться к этому разговору. Мне очень жаль, что мне пришлось девчонок вызывать, чтобы они нам помогали. Очень жалко, что мы сами смогли договориться. Я не враг, ни я, ни все жильцы нашего подъезда, мы тебе не враги. Возможно, Наталья наконец поняла, что ни Анна, ни жители подъезда не желают зла ей или ее собакам. А всего лишь хотят жить в чистом доме. Поэтому девушка согласилась сделать уборку, вызвать дезинсекторов, а также пообещала больше не устраивать дома передержку. Наташа, ну надо было тебе доводить до этого всего. Ну, че ты отмахиваешь? Хлам какой-то набрала, а теперь сама страдает. Весь угол, весь угол, вода стоит. А пока Наталья наводила порядок, приехала служба дезинсекции. Сейчас сделаем вам здесь изоляционные барьеры, обработаем двумя видами препаратов. На основе вытяжки из растений воздействуют только на центральную нервную систему насекомых. А, собакам ничего не будет. То есть ни собакам, ни кошкам, ни людям, ну, млекометающим. То есть нам с вами абсолютно ничего. Единственное, что в момент обработки не рекомендуется час где-то ходить, пока препарат еще летает в воздухе, потому что разоразает слизи. Анна, ну здорово, что мы договорились с Натальей, убрали на балконе. Вроде бы, как пообещала, что больше такое не повторится. Очень надеюсь. Я не ожидала, что у нас получится. Я не ожидала, что у вас получится не поговорить, потому что, ну, вы видели, да, никто из нас, жильцов, мы не хотим вот этого трэша, да, там, уголовной ответственности, все, но мы понимали, что там что-то не совсем в порядке. Ань, понимаете, социальное жилье просто так не дает. Во-первых, только малоимущим гражданам, значит, она не зарабатывает, не имеет возможности трудиться. Скорее всего, возможно, она сирота. То есть мы не стали ковырять эту сторону, но ей на самом деле нужна поддержка. Самое главное, чтобы она эту помощь приняла, потому что навязывать это самое страшное, это может оттолкнуть, но я буду стараться. Но, по-моему, сейчас она услышала нас. Я очень надеюсь. Я очень надеюсь. Мы тянули, как могли, но только вы нам помогли, поэтому мы сняли вам. Ну, да, если стихи получили. Все, Анна, ну, я желаю вам, чтобы все у вас было хорошо и не ругались с соседями, и чтобы вы больше... Нас не звали. Очень надеюсь. Как здорово, что нам сегодня удалось достучаться до Натальи, посадить двух соседок за стол переговоров и, наконец-то, примирить их. Чего боялась Наташа, что отравят ее животных, но это было исключительно у нее в голове. Я надеюсь, что сейчас Наташа нас все-таки услышала и действительно, кнутом видим обращение в полицию, Роспотребнадзор. Далеко не всегда добьешься результата, а скорее эскалируешь конфликт. Поэтому, друзья мои, лучше слушайте друг друга и пробуйте договориться. Мы уверены, что у вас это получится. Ну а если вдруг не получилось, то обращайтесь к заступницам. Это заступницы. Адвокат Ольга Митрофанова и журналист Виктория Разницына. Вместе они борются за правду и справедливость. К нам обратился Михаил. Пару лет назад он одолжил своему другу несколько миллионов рублей. Ничто не предвещало беды, ведь он ему доверял. Но друг оказался не совсем честным и перестал выплачивать деньги, несмотря на то, что подписал долговую расписку с процентами за пользование чужими деньгами. Сегодня мы встретимся с должником и призовем его к ответу. Михаил доверился своему старому товарищу и одолжил ему 3 миллиона рублей на развитие бизнеса. Вот только деньги разрушили многолетнюю дружбу. Хочешь потерять друга, дай ему денег в долг. Какое-то время друг Михаила Станислав исправно выплачивал проценты. Но потом, видимо, решил, что ему эти деньги нужнее. Сначала платил нормально все, как бы, да, вот. А потом начал платить с небольшими опозданиями как-то вот, ну, уже с неохотой, наверное, можно так сказать. А потом прекратил, потому что я ему как-то последний раз позвонил, когда он труп взял, я говорю, Стас, говорю, а почему денег-то нет, я не вижу. Ой, что-то я ковидом заболел, трампам-пам, что-то похихикал, похихикал, да, и все. А потом вообще меня в черный список поставил, на связь не выходит, телефон сбрасывает, долг отдавать не хочет. Основной долг 2 миллиона рублей и 735 тысяч набежало по проценту. Станислав сделал все, чтобы Михаил не смог с ним связаться. В какой-то момент наш герой даже подумал, что друг попал в беду. Но потом от общих знакомых узнал много интересного о текущем финансовом положении Станислава. Что он, значит, продал керлинг-клуб свой, да, там, что-то еще там он начал продавать. Вот нет, чтобы, например, позвонил и сказал, Миша, вот я продаю, как бы, да, вот тебе долг, пожалуйста, да, свой. Но с процентом там договорились бы как-то. Надо тоже человеком быть. Но если бы что-то у него в жизни произошло, он бы мог действительно как нормальный человек позвонить мне и сказать, Михаил, знаешь, у меня сейчас вот проблемы, давай сейчас вот как-то, ну, порешаем, что ли, да, вот. Просто сказать. Я же тоже там не монстр какой-то. Можно было все по-нормальному, по-хорошему решить. Видать ему это просто не надо. Сколько может стоить дружба между старыми товарищами? Для кого-то она бесценна. А для Станислава, видимо, оценена конкретно в 3 миллиона рублей. А может, и не было никакой дружбы. И это был лишь холодный расчет. Об меня вытерли ноги. Об меня, об мою семью, об всех, потому что он прекрасно знает, что я не такой богатый, чтобы можно было на ветер 2 миллиона так выкинуть, да. Он прекрасно знает, да, что ничего криминального я сделать не смогу. Не смогу, а не хочу. Ну, человек такой, все, мне кажется, это... Пословица такая. Горбатого могилы исправит, наверное. Ольга Митрофанова отправляется к Михаилу, чтобы выяснить все подробности дела. После продажи квартиры, когда я с первой женой развелся, ну, мы дружили с Стасом Анатольевичем. Вот, он предложил мне, давая мне деньги, ну, то мы свои доли продали. Вы с супругой продали квартиру? Да, да, да. Получили деньги? Да, получили. Ну, после развода уже, да. Пополам поделили? Да, да, да. Вот. И он говорит, хочешь, говорит, свою долю, давай мне, я их там куда-нибудь вложу, ну, под проценты. В принципе, почему нет, да? Как бы у меня, ну, и доверие к нему было, и все, да. Я и отец приехали к нему домой, он написал расписку. Я попросил, чтобы его жена еще в этой расписке тоже самое написала, что она в курсе, да, что я ему деньги даю. Под проценты. А какие условия были? 30 тысяч измечено. Вот я ему даю 3 миллиона рублей, 30 тысяч и мы вот там все это в расписке... То есть вы даете 3 миллиона рублей, он ими пользуется неограниченное количество времени. До первого требования в расписке написано. И он платит вам проценты за пользование этими денежными средствами в размере 30 тысяч рублей ежемесячно, и в тот момент, когда вы первый раз потребуете вернуть сумму, он должен вам эти 3 миллиона вернуть. Вы не обсуждали сроки возврата, ничего просто. Нет, нет, нет. Так, вы подписали некий документ. И что дальше происходило? Я иногда вот с этих 3 миллионов отцу там на лечение Стаса сможет там вот вытащить. Да, там по 200 тысяч, по 300 тысяч он мне как бы давал. Естественно, мы в расписке меняли сумму. В той же самой? Да, да, да. В той же самой. Меняли сумму, но оставляли проценты 30 тысяч в месяц. Если вы приняли решение дать деньги в долг, пожалуйста, оформите надлежащим образом документы. Любые исправления и вычеркивания потом могут вызвать вопросы у суда. Когда был последний перевод? 15 марта 2020 года. У вас такая неординарная ситуация. 2012 год. Вообще в отношении долговых расписок применяется срок исковой давности. у вас есть 3 года на то, чтобы взыскать деньги по расписке с момента, когда истек срок возврата. У вас есть отлагательные условия о том, что с момента требования, да, первого требования, вы как-то обращались к нему с письменным требованием? В какой форме? В 2020 году я ему требования по почте отсылал. Ну, все как полагается требование и таблицу мы составили с его долгом. И вы вполне вправе обратиться в суд с взысканием этих денежных средств? Михаил знает, что может взыскать деньги в суде, но все же он до последнего надеется решить дело просто по-человечески. Именно поэтому он и обратился к заступницам. Хочу вам рассказать сегодня про то, что мы с моей сведущей Викторией придумали, ну, назовем это так, эксперимент. Она сегодня отправится на знакомство с должником под предлогом того, чтобы взять у него интервью о том, как он как предприниматель вообще выжил в период пандемии. И мы бы хотели собрать информацию о том, насколько он действительно платежеспособен. Во-первых, чтобы он рассказал нам об источниках своего дохода, чтобы потом не мог откреститься и сказать, что ничего вообще у него нет. Виктория Разницына пригласила Станислава на интервью о перспективах бизнеса в сфере спорта. Ведь, как мы и смогли выяснить, Станислав владелец целой сети спортивных объектов и организаций. Друзья, здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Станислав. И сейчас он о себе немного расскажет. Добрый день. Я президент региональной спортивной общественной организации. Также у меня я владелец фитнес-клуба. Как давно вы начали заниматься этим бизнесом? 20 лет назад мне предложили с нуля открыть фитнес-клуб. Но через 10 лет после начала мы с супругой приняли решение выкупить оставшуюся долю, чтобы стать единственными владельцами. Параллельно мы еще открыли первый в Москве кировый клуб. там было помимо ледовых дорожек еще и оказание услуг общественного питания, то есть дискотеки, корпоративы. Да вы что, там целый комплекс был? Да, целый комплекс был. Он почти 2000 квадратных метров. Годовой оборот данного керлинг-клуба составлял около 20 миллионов рублей. Плюс госконтракт на сумму свыше 8 миллионов. Неужели при таких внушительных оборотах Станислав не мог выплачивать своему другу скромные 30 тысяч рублей в месяц по долговой расписке? Может, все шло не так уж и гладко? И когда наступила пандемия, то после того, как мы закрылись на карантин, да, вот, был 19-й год, уже открываться не было никакого смысла, так что нам пришлось распродать все имущество, и остался один фитнес-клуб, который мы уже берегли и бережем, как зенит слог. Тем временем в соседней комнате Ольга Митрофанова и Михаил внимательно слушают интервью Станислава о его успехах в бизнесе. Избегает ответов на вопросы о том, что нет какого дохода, какой оборот, не отвечает, но он сказал, что у него есть действующий рабочий бизнес, фитнес-клуб, что он переносит доход, что пандемия успешно пережили. Станислав, вы можете не рассказывать Викторию о своих доходах, но хорошо, что рассказываете об этом налоговой службе. Мы проверили в интернете. Финансовая отчетность фитнес-клуба гораздо скромнее, всего 6 миллионов в год. Но Станислав рассказал Виктории и ее вымышленной аудитории о том, что сейчас, как предприниматель, он чувствует себя вполне стабильно, и у него даже нет никаких долгов. Вы прошли такой путь в 20 лет. Неужели у вас не было ни одного периода, где вы брали какую-то суду или кредит в банке? Может, сейчас Станислав поведает Виктории историю об одном добрым человеке, который одолжил ему 3 миллиона рублей на развитие бизнеса? Заложили свою квартиру в ипотеку, чтобы расплатиться с компаньонами при выкупе вот этой второй половины фитнес-клуба. На сегодняшний день никаких кредитов в суд у вас нет. Прекрасно. Он рассчитался со всеми кредиторами, со всеми банками, однако забыл про физических лиц, про свои долги перед вами, например. Поэтому, я думаю, что пойдем зададим вопрос. Ну да. Готова? Да, конечно. Станислав, здравствуйте. Еще раз. Меня зовут Виктория Разницына. Я, на самом деле, ведущая проекта заступницы телеканал Чен. А я, Ольга Митрофанова, адвокат. Мы услышали, что у вас хороший бизнес, успешный, что вы пережили пандемию, что у вас есть возможность успешно функционировать в вашем семейном бизнесе. И что вы рассчитали с вашими кредиторами со всеми? Так точно. Забыл про меня. А Михаила вы вообще знаете? Знаете, вот где-то я его встречал. Это вы друг Вадима Асташова? Да, абсолютно верно. А как вы у нас на свадьбе отплясывали в ноябре? Тогда вот как раз в Кёрнинге. Да, в Кёрнинге. Было-было-было дело, да, приглашали. Да. Станислав, увидев Михаила, явно забеспокоился, но упорно продолжил отрицать, что брал деньги в долг. Нет, не брали деньги? Михаил, насколько я в курсе, если у вас есть на руках расписка, почему вы не обратитесь в суд? Ну, на самом деле, хотелось бы мирно решить пока что до суда. Требование, вот оно уже готово, требование. Новое требование. Зачем вы отправляете? То есть вы понимаете, да, всю сейчас суть вопроса и говорите, что нужно решить её через суд. А можно ведь просто поговорить и договориться? Он не хочет разговаривать, он-то меня знает. Не узнал. Подождите, мы здесь специально для того, чтобы поговорить. Помимо того, что я выступаю в суде и ещё занимаюсь переговорами, вы как предприниматель, который пережил пандемию, вероятно, тоже не один раз участвовали в переговорах. С точки зрения закона, вы понимаете, да, что тот документ, который подписан был, всё-таки, предполагает наличие достаточно больших процентов ежемесячных в размере 30 тысяч рублей. Его никто не отменял. Сроки исковой давности по нему не прошли. И если мы будем вменять требования по закону, они будут очень и очень высоки. Есть предложение, и у нас, у меня это предложение, в том числе к вам двоим, найти некий компромисс. Может быть, составить новый документ. Когда это было, Михаил? Сколько лет назад? Если я не ошибаюсь, 12-й год. Но взаимоотношения продолжались и дальше, в 15-м и в 17-м году. Насколько я знаю, ваша супруга перечитала денежные средства на карту 25 тысяч рублей. Мы видели переводы. То есть, конкульдентные действия с вашей стороны были. Вы не отрицаете? Вероятнее всего. Но вы же, если у вас семейный бизнес, вряд ли его супруга за вашей спиной перечитала деньги третьему лицу, правда? Наверное, у вас совместный бюджет. Надо будет выяснить это, да. Ещё хотелось бы выяснить, почему Михаил вот уже второй год не может дозвониться Станислава. Как же он не выходил? До меня спокойно можно дозвониться. А вы можете прямо сейчас набрать номер телефона? Заблокированный или нет? Вот, номер заблокирован. Если у вас нет никаких взаимоотношений, почему номер Михаила заблокирован? Просто так? Вы знаете, Виктория, бывает, очень часто звонят мошенники, предлагают, либо в лучшем случае предлагают что-то. То есть, я правильно понимаю, что в вашем телефоне номер Михаила не записан? Видимо, так. С 20-го года. При чем? За абонент. Абонент временно недоступен. Похоже, у Станислава есть ответ на любой вопрос заступниц. А теперь нам очень интересно, что же он скажет о долговой расписке? Ведь ровно три минуты назад он даже не мог вспомнить, кто такой Михаил. Вы писали? Фамилия Маяк. Нет, почерк ваш, вы писали расписку? Но вы серьезно делаете вид, что вы не знаете, кем это написано? Почему? Я... Кто писал документ? Вот это он писал. Или у вас настолько огромное количество долгов, что вы не понимаете, какая из расписок это? Подпись ваша? Похоже. Похоже. Планируете в суде оспаривать вашу подпись? Делаете вид, что не помните, что брали деньги в управление? Ну, я не могу вспомнить. Это надо смотреть все-таки 10 лет назад. Вот так проблемы с памятью. Неужели вплоть до 2020 года, когда Михаил получил последний платеж по долгу, Станислав перечислял все деньги в состоянии полнейшего забвения? Вы хотите сказать, что вы не помните, что вы платили проценты по долгу человеку, который дал вам в управление денежные средства? Хочу сказать, что я, может быть, я не помню. Кажется, Станислав стал путаться в собственной истории. То помнит, то не помнит. И даже скриншот перевода процентов Михаилу не аргумент для него. Вы долг признаете? Нет, я не признаю этого слова. Вы не брали деньги? Нет. А как быть с вашей подписью? Я по этому году давайте разберемся. Все-таки... Судеб. Вы не готовы вообще выходить ни на какую коммуникацию с человеком, который дал вам деньги в управление профессионально. Все, что записано на камеру, все, что сказано вами, будет использовано. Давайте уберем камеру, вы поговорите вдвоем. Мы можем, конечно, пообщаться. Поговорите, пожалуйста. Поговорите. Серьезно. Не вопрос. Поговорите между собой. Спустя сотни отклоненных звонков и неотвеченных сообщений у Михаила наконец-то появилась возможность поговорить со Станиславом лицом к лицу. Почему я узнаю от других лиц, что Керлинг продан, квартира продана, все, для тебя нету. Почему я это от других узнал? Ты продал. Я приезжал в Керлинг, когда там уже все забито было, когда я поздно узнал. Тебе сложно было позвонить и сказать, Мих, вот такая случилась. Давай там что-нибудь придумаем. Давай лучше отсюда и все. Я тебе писал, писал и все. Сообщение не доходит. Ну все, Миша в блоке. Михаил прям кричит на него матом и разговаривает с ним на ты. Я тебе сказал, я тебя достану. Я тебя достану. Я тебя достал. Не по своим службам, так по другим. Красиво, но что из этого? Короче, у тебя отказ. Нет, я просто не подтверждаю факты. В общем, ладно, хорошо, все, значит, тогда мы идем через суд, делаем эти подчерковические экспертизы и все, и может даже вешаем тогда на тебя уголовку за мошенничество. Михаил уже давно был готов подать на Станислава в суд, но жаждал этой встречи, видимо, для того, чтобы просто в глаза высказать о наболевшем. К сожалению, эмоции в такой ситуации не лучший помощник. Поэтому Ольге и Виктории пришлось вмешаться, чтобы сохранить возможность договориться. почему с этой распиской не пойти в суд, не получить исполнительный лист и не прийти... Потому что, во-первых, он хотел договориться с вами полюбовно, во-вторых, когда присуждают суд, вот такие, как вы, ищут кучу лазеек, чтобы по одному рублю в неделю ему платилось, да, и мы это прекрасно все понимаем, в-третьих, он хочет забрать только свое. Поэтому он не идет в суд. Потому что это еще дополнительное время, потому что еще дополнительная нервомотка. Не знаю, где вы так выживали, что научились вот так обманывать. Почему? Ты брала интервью, ты узнала. В период пандемии не просто выживать. С банками расплатился, продал квартиру. А вот с физическими лицами... Станислав сказал очень важную вещь, понимаешь, что лучше сотрудничать с физическими лицами, с ними легче договориться. И я бы это посоветовал, именно связываться с частными компаниями, а не с государством. Они более адекватнее. Часть, еще раз, гораздо адекватнее. Они с коммерческим, да? Адекватнее, адекватнее. Адекватнее. Видите, у нас здесь адекватности с вашей стороны пока что не видно. Сначала вы сказали, что вы не уверены, не знаете, не понимаете, не помните. Платила ли ваша супруга, вы сказали, надо с этим разбираться. То есть вы изменили вашу позицию за период нашего разговора уже трижды. Я хочу просто полететь в Следственный комитет, он по субботам работает, и проконсультироваться. Поедем вместе сейчас. Дайте оценку. Давайте вместе поедем в Следственный комитет и сделаем доброе дело. Вам поможем разобраться, брали ли вы деньги или нет, а Михаилу поможем вернуть его деньги, которые у него брали. Кто там? Я просто не готов вот это сейчас обсуждать. Все, ребята. Договорите, сейчас мы выйдем. Выйдите. Как вы видите, вы дам мне микрофон, и вы идите в другую комнату поговорите, не вопрос. Спуститесь на первый этаж. Нам не нужно это все снимать. Молодой человек, который ставил микрофон, он же знает, как его ставить? Конечно. Где? Ну, снять с вас микрофон, вы пойдете поговорить и с Михаилом? Или вы просто? А на Михаиле у меня микрофон больше, чем... Нет, у него нет. Давайте со всех снимем микрофон. Вы можете в любую точку, вот здесь 10 этажей, вы можете в любую точку занять и поговорить. У нас нет тут камеры. Да. Заступницам удалось вернуть диалог в продуктивное русло. Михаил и Станислав спустились на этаж ниже, чтобы обсудить все произошедшее, а также найти пути решения этой непростой ситуации. Так, Михаил, ну что? Ну, он какой-то потерянный. Все ставил, молчал. Так. Я ему сказал, ну, значит, так, Стас, давай, как бы, я как добрая душа, я тебе даю неделю, а ты думаешь, там, советую еще с женой. Потом, значит, через 8 дней, грубо говоря, я отправляю требования. Угу. В течение недели ты меня разблочиваешь, звонишь мне, мы с тобой договариваемся. Что он сказал? Молчал, ну что он сказал? Ну, передовой им привет. И все, да? Головой не помотал, ничего, то есть вы не договорились? Даже руку пожал. Он руку вам пожал? Да, да, да. А ведь еще час назад Станислав утверждал, что не помнит, кто такой Михаил. А Михаила вы вообще знаете? Вы знаете, вот где-то его встречал. Кто бы мог подумать, что заступницы помогают восстановить людям не только справедливость, но и память? То есть, я не понимаю, он как бы готов к этому? Или нет? По ощущениям? Он думает. Он думает, да, он думает, какие дальше его действия. Сможет он, грубо говоря, всех обмануть? Сможет ли он остаться в клипсе, скажем так? Ну, то есть он... Ну, он такой, он какой-то прям подубитый, такой щенка, вот его подушками здесь врезали, побалдею. Ну, такой. Ну, вот так бывает, когда заступницы появляются. Ой, но мы его не били. Вот у вас, по ощущениям, продуктивно мы сегодня поработали? Мы его ошарашили, это уже продуктивно, потому что он этого не ожидал. Вот, что будет дальше, мы посмотрим, дадим ему недельку, а дальше уже будем думать, что как. А просто к вам вы довольны сегодняшним днем? Да, 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 очень спасибо большое. Классно. Михаил выполнил обещание и дал должнику ровно неделю. А вот Станислав, видимо, оказался человеком, который не отвечает за свои слова. А что он говорит? Отказался? Вскрывается, да? Да, раскрывается опять. Отписал ему. Вот, естественно, он сразу посмотрел, устер. Вот, и опять заблочил. Но заступницы всегда доводят дело до конца. Даже если мирные варианты решения проблемы исчерпаны. Именно поэтому Ольга Митрофанова предложила Михаилу помощь в составлении судебного иска. Наша цель – взыскать со Станислава и основной долг, и проценты за пользование денежными средствами. Ну, вы, Михаил, пожалуйста, не отчаивайтесь. У вас сейчас все есть для того, чтобы, на самом деле, эти деньги с него взыскать. Если что, обращайтесь. Я вам помогу составить что-то. Пишите. Да, вот, иск составить, да. И вот это вот ступень. Это мой номер, да? Да, это мой номер, да. Давайте вперед. Все получится. Просто нужно навести дело до конца. Вика, я очень переживала и не ожидала, что он так быстро согласится прийти к тебе на интервью. Я сама не ожидала, но когда с ним познакомилась, сразу поняла, что человек просто жаждет славы. Ну, а вы, дорогие зрители, если уж решили дать кому-то в долг, обезопасьте себя со всех сторон и информите все по закону. Ну, а если попали в трудную ситуацию, обращайтесь к заступнице. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!